Здарова парни! Собственно, о чем сегодня речь? Хочу поднять сегодня такую тему, которую меня очень часто спрашивают владельцы, как правило, либо будущие владельцы автопроизводителя марки Toyota, а именно хочу затронуть такую модель, как Toyota Camry, которая именно к этой модели у меня есть определенное личное мое мнение, с которой я очень много сталкивался в бытность моей работы на дилерской станции Toyota. От себя могу сказать по поводу Toyota всех вместе вкратце. У Toyota есть один только автомобиль, который заслуживает определенного внимания. Это Toyota Land Cruiser 200. Все остальное это потребительский шлаг. Именно LC200 они разрабатывают, дорабатывают, улучшают. Это по правде был, есть и остается достаточно надежный автомобиль. В связи с экологией, конечно, предыдущая и последняя модификация стали менее надежной, особенно дизельная версия, ввиду того, что экологические требования увеличиваются, они вынуждены все выхлопные газы пускать обратно в впускной тракт. Из-за этого идут задиры в цилиндрах. Ну, в общем, 200 максимум. Дальше идет капиталочка мотора очень часто, именно дизельного мотора на LC200. В остальном, там ничего не менялось. Производится достаточно качественный фейст лифт, салон и так далее. Ну, очень шикарный. Даже в новом козу. Поэтому рассказывать про это я не буду, я не автообзорщик. Мой канал рассказывает вам про моторы. Вот я сегодня, кстати, заехал в Модилишки-центр к своим старым знакомым. Специально взял вот такой проспектик. Так вот, сегодня разговор про автомобиль Toyota Camry, который продается, как правило, только на нашем рынке. И что это за мотель, и почему ее не нужно покупать. Все лишь предыстория. Мне пару месяцев назад была передача по некоторому федеральному каналу, где представители Toyota Motors во всех, так сказать, ипостасях расписывали преимущества современной Toyota. И я прорвался в прямой эфир. И прямым текстом им сказал. Говорю, ваша Toyota Camry, именно эта модель, является старой доработкой. Со старыми, со старой трансмиссией, подвеской, двигателями, всего лишь подогнанной под современные нормы экологии, коробками передач, с новой скорлупой. На что представитель Toyota не нашел ничего ответить, как сказал, лучше проверенное старое, чем что-то новое. То есть, ребят, общий посыл моего видео будет такой. Toyota Camry это старая-престарая бочка 2007 года, когда вы с американского рынка успешно их покупали. И есть на них до сих пор с значительными изменениями внешнего вида. Я же вам расскажу вот конкретно. Давайте пройдемся по трем комплектациям, которые есть в Toyota Camry. Это двухлитровый мотор, двух с половиной литровый мотор и трех с половиной литровый мотор с одной и той же шестиступенчатой трансмиссией. Сейчас ставится U760, до этого ставилось U660. Высосанная с 2007 года производится Айсеном эта коробка. Из этой коробки высосано уже все, 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 грубо говоря, силы из нее высосаны. Уже больше она ничего не может этой коробке. Этой коробке 10 лет, из которой уже все, что можно, выжили. И по КПД, и по скорости переключения, и блок управления. Там уже несколько раз программа менялась. Все. Уже больше некуда. Естественно, это сказывается на износе. Плюс там проблемы с главным валом. 200к сейчас это максимум. А последние моторы вот сейчас на новых Toyota пошли. Это сейчас последняя тенденция. Стали, они работают все по циклу Аткинсона. Идеальное топливо должно быть. Тут с непосредственным впрыском у других производителей просто громадные проблемы. А тут с циклом Аткинсона. Представляете, еще будет, если проблемы уочно снятся, как вообще этот мотор будет чиститься? То отключаем мы, то включаем и так далее. Какое качество топлива? Вообще не представляю. Да, можно снижать КПД. Но почему-то со всеми этими нововведениями, раз моторы тоже десятилетней давности, расход топлива не уменьшается. Он даже от заявленных находится на том же уровне. А в реале эти автомобили как едят, например, 3,5 литра. Вот 20 в городе и ничего мне не говорите, я знаю. 2,5 литра. Ну, 15-13 минимум, если там вообще тошнить. Двухлитровый недалеко ушел от 2,5 литра. Да, Toyota Camry надежный членовоз. Да, потому что собирают его в России. Но его цена 1,8 млн. на данный момент. 1,8 млн. не в максимальной комплектации. Вам предлагают старого вида LED-фары. Якобы кузов, который никак не меняется. У него просто меняют оптику. Из фейслифта в фейслифт. Из так называемого рестайла в рестайл. Чуть ли не каждый год выпускают новую модель Toyota Camry. О чем можно говорить? Какие проблемы с качеством у этих автомобилей? Бизнес-класс заявлен. Салон как был, вот я вот когда работал на дилерской станции Toyota. Как был салон полностью из кожзама, так и остался. Из кожзама. Так мало того, что этот кожзам постоянно меняется передние сиденья. Ввиду их растрескивания и просаживания самих подушек по гарантии. То есть перетяжка передних сидений может быть до 40-30 тысяч километров в раз. Постоянно умирают задние амортизаторы. Это два. Качество постоянно облезают хромированные молдинги. Это три. Там, грубо говоря, все вот эти решетки радиатора. Весь хром, который есть на Toyota Camry, он приходит в негодность очень быстро. Но это особенности эксплуатации. Лучше бы они вообще его убрали. Почему-то в комплектации нет вообще ксеноновых фар. Они либо перешли, которые люди уже отказались, другие производители, на LED, которые уже устарели. Либо ставят галогеновые фары. Но это понятно, почему происходит. Потому что у японцев никогда не было своей технологии ксеноновых фар. Самые первые это придумал Volkswagen, Continental, Bosch и так далее. Поэтому не хотели платить патенты. Далее. По салону как таковому. Почему-то не знаю, сегодня специально зашел в Toyota, чтобы посмотреть. Вот что-то изменилось от двух поколений Toyota Camry. Ничего не изменилось. Как была вот эта убогая передняя панель, так и осталась. Плюс еще сейчас добавляется, что ставили ставить какие-то китайские балалайки, которые якобы поддерживают Android и систему GLONASS. Ну, из ряда вон выходящие. Вот этот вот трех с половиной мотор, который у нас 2GR FE, который сейчас ставится. То есть меняется. А у этих непосредственный впрыск. Ну и что сказать. То есть как был этот мотор задушенный, бензажерный, с потреблением масла. Так и остался. Десятилетней давности ставили на старые Lexus. Lexus давно отказался от этих моторов. Toyota их успешно впаривает. Почему этот автомобиль дороже примерно на полмиллиона своих одноклассников? Такие как Kia Optima и так далее. Toyota, вернее вообще японский автопром, если вы успели заметить, уже давным-давно не торт. Вообще не торт. Они вышли из лидеров автомобилестроения. Но цена этих автомобилей, причем собирающихся в России, почему-то дороже. Задумайтесь над этим вопросом. Очень много моментов, которые вы пытаетесь себе внушить. Это очень большое заблуждение. Toyota не является на данный момент, исключая своей одной очень надежной модели, которая большинству автовладельцев не по карману. 5,9 миллиона рублей стоит в хорошей комплектации Toyota Land Cruiser 200. Все остальное является потребительским ширпотребом со старыми агрегатами, нанизанными новой оболочкой. Кузов никак не приспособлен под российскую действительность. Острые грани, незащищенные арки. Отсюда пескоструи, сколы, коррозия. Навряд ли от дилера Toyota вы добьетесь перекраски элемента по гарантии. Облазивший хром, такой же некачественный материал изготовления подушек, сидений и так далее. То есть за бизнес-класс за миллион восемьсот вы не получаете реальный бизнес-класс. Toyota Camry как была автомобилем среднего класса, так она в принципе и осталась. С агрегатами и трансмиссиями и подвеской десятилетней давности. Ну а на сегодня я наверное закончу. Что вы думаете об этом? Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!